Улица Маркс-Энгельса, вот Старо-Вагангельский переулок, это улица Маркс-Энгельса. Это была, по-моему, первая улица, в которой я, которую я как-то в Москве осознаю. Ну, то есть, наверное, соответственно, я ее осознаю лет 30. Мне всегда казалось, что улица Маркс-Энгельса это какая-то улица совершенно нежилая, потому что вы сходите сюда, и вы увидите вот это 19-этажное хранилище Ленинской библиотеки, которое было построено при Брежневе, одновременно с... Началось при Хрущеве, закончено при Брежневе, одновременно с Кремлевским дворцом съезда и гостиницей «Интурист», которую уже снесли, на месте которой находится Ридс Карлфон. И мне всегда казалось, что тут абсолютнейший ад, а потом, когда я переехал вот сюда, вот в этот дом, я понял, что здесь даже живут люди, и живут даже довольно неплохо. А, собственно говоря, жить, если люди здесь начали довольно давно, я думаю, что это вообще одно из самых первых этих московских поселений. Собственно говоря, когда люди слышат мой адрес, Старый Ваганьковский переулок, они почему-то всегда думают, что им надо ехать куда-то на беговую кладбищу, там, где трехгорная мануфактура. На самом деле, это, собственно говоря, трехгорная мануфактура туда переехала, и поэтому она стала называться Ваганьковым, а это Старый Ваганьковым, потому что, собственно говоря, первое Ваганьково-то оно было здесь. Это были такие, как считается, увеселительные для великого князя Василия II палаты. А потом, когда все это начало разрастаться, здесь все эти места отдали боярам, всяким князьям, поэтому вот здесь вот до сих пор, если тыкать, это все какие-то усадьбы. Вот это усадьба Трубецких, а вот здесь вот усадьба Голицыных. И поэтому, когда, например, таджики сейчас идут от метро, они спрашивают, а где здесь общежитие? Считаю, что общежитие это вот здесь. Вот здесь, на этом месте была, собственно говоря, огромная усадьба Трубецких, которую вот сейчас оккупировал, например, публичный дом под названием Отелин Тайм. Или вот трогательное модное место моря внутри, которое находится на крыше этого дома. Или здесь, например, была редакция скандально известной газеты «Московский корреспондент», которая опубликовала знаменитую заметку про Алину Кабаеву и Владимира Владимировича Путина, после чего благополучно закрылась. А вот здесь я не знаю, что происходит в этом доме. Это бывшая усадьба Голицыных, дом номер 17. И раньше здесь был туберкулезный диспансер центрального округа, он, вернее, Ленинского района, по-моему. И я не знаю, что вообще здесь эти люди собираются делать, потому что мы понимаем, что здесь туберкулезный диспансер был с 20-х годов. То есть весь этот дом, он пропитан туберкулезной палочкой Коха, и сделать здесь вообще ничего невозможно. Но они здесь живут, причем я вот когда прихожу домой, здесь всегда ночью какие-то люди сидят и играют в карты, а утром часов семья, они почему-то начинают что-то пилить. И я в них даже кидался бутылками, а живу я вот там, в самом последнем этаже вот этого дома. Он построен в 877 году, этот дом. А верхние три этажа, вот один, с которым я живу, эти все этажи пристроены в 35-м. Это вот, собственно, после этого этот дом начал называться домом наркомата вооружений. И я, собственно говоря, живу в квартире наркома вооружений Ванникова. Его, правда, в 37-м году, или, по-моему, там, в 39-м году арестовали, а в 41-м, когда началась война, его освободили, назначили уже не наркомом, а заместителем наркома, но он довольно быстро стал наркомом. И вот, собственно говоря, мой подъезд, а прямо напротив моего подъезда дом Пашкова и, соответственно, Румянцевский музей, и вот эта церковь Святого Николая, которая была домовым храмом Румянцевского музея. А вообще это, вот, кстати, сказать, я довольно долго думал, что дом Пашкова – это вот такая красота и вообще украшение страны. А в реальности это ведь такой символ упадка Москвы. Вот он построен, все считают, причем, что это архитектор Баженов, никаких абсолютно научных доказательств там нет, что это архитектор Баженов. Ну, такая, допустим, школа архитектора Баженова. И вот весь этот район в конце 18-го века, то есть когда вся страна переехала в Петербург, и здесь уже не жил никто, вот весь этот район, он принадлежал вот этому Пашкову. Вот кто такой этот Петр Егорович Пашков, в общем, не очень понятно. Понятно, что, видимо, он сын Денщика Петра Первого. И вот ему принадлежал вот весь этот холм, Ваганьковский, а его двоюродному брату принадлежало вот все вот то до улицы Горького нынешней, до Тверской, там, где находится Московский университет. И вот этим двум каким-то непонятным Пашковым сыном Денщика, ну, в сущности, прислуги, принадлежал вот лучший район в городе Москве. Вот тогда, в конце 18-го века при Екатерине, когда уже половина Москвы вымерла, потому что была известна вот эта чума. А вот чума прошла, а человек построил себе вот такой дом с бельведером. Трогатель. Но он, правда, сгорел. Бельведер, он был деревянный раньше. Вот, собственно, когда его строил якобы Бажетов, вот этот бельведер, вот эта вот кругленькая беседка на крыше этого трехэтажного дома, она была деревянной. А, собственно говоря, все эти флигели, это были такие балконы открытые. А потом, когда дом сгорел, и его перестраивали после пожара Москвы, вот уже видим архитектор либо Баве, либо, видимо, Тон. В общем, кто-то из тех, кто перестраивал город, построили каменный дом. И потом уже в конце, в середине 19 века вот все это вот для Румянцевского музея, кстати сказать, чудовищными протестами московской общественности, которая очень не хотела, чтобы Румянцевский музей из города Санкт-Петербурга приезжал сюда в Москву, потому что отнимал у нашей прекрасной московско-купеческой теплой и дружественной столицы какой-то, как им тогда казалось, шарм. А вот здесь, в Ленинской библиотеке, например, в Румянском музее, почему-то находится офис известного журнала GQ Германа Стерликова. Причем меня бы спускала Ксения Соколова, которая брала у Германа Стерликова интервью. И я был очень удивлен, потому что Герман Стерликова, конечно, никто. А находится вот здесь. А вот, собственно говоря, вот здесь на знаменке 11 вот это библиотека естественных наук. Ну, лучшее собрание сочинений по биологии, по геологии и так далее. А вот здесь был, помните, здесь был Борозео Грейдис. Вот он был совсем еще недавно. Не видим тебя, не видим. Прямо чуть не задавил, какой-то лох. Это, кстати, классическая история в городе Москве. Ну да, вот здесь, вот здесь, собственно, Борозео Грейдис. Вот это все снесли и построили вот какой-то такой дом. Я думаю, что все принадлежит как-то в частности Шилову, которому, собственно говоря, принадлежат первые три дома по знамену. Это же все музей Шилова. Вот, и это все принадлежало каким-то таким вот московским боярам удивительным. Теперь вот Шилову. А раньше, вот, например, все это принадлежало князю Прозоровскому. Такому удивительному человеку. Вот это, вот это, вот это все. И вот, собственно говоря, из Прозоровского, из Прозоровского имения тогда выделили вот этот кусочек, вот как тогда из Левашовского выделили под Шехтелевский дом. Вот так же, так же купили, когда строили в Москве доходные дома в начале века, выделили вот этот кусочек и построили вот этот дом, который весь, чтобы мы понимали, как и весь квартал вот теперь вот туда принадлежит Государственному музею изобразительных искусств Мини Пушкина. Ну, на самом деле, давным-давно этот дом ГМИ сдаёт под какие-то удивительные нужды. Например, здесь всегда раньше сидело рекламное агентство и даже, по-моему, вся рекламная группа ADV, рекламное агентство Адвента, она всегда сидела в этом доме и здесь находился кабинет её президента Димы Коробкова, весь увешанный огромным количеством животных-трупов. Там висели такие морды каких-то слонов, тигров, потому что Коробков всё время ездил на какие-то сафари, постоянно мучил и убивал диких животных и вешал себе их здесь в кабинете. Все чудовищно радовались и гордились. А вот, собственно, следом за ним, за этим домом, находится подворье вот этой церкви Святого Антипия Пергамского, настоятелем которой является, вернее, не настоятелем, а старшим священником, что настоятель Владимир Волгин, а старшим священником является, или до последнего времени являлся отец Димитрия Рощин, который сын драматурга Рощина и известная вот этой актрисой Екатерины Васильевой. И, собственно говоря, видимо, она такая очень модная церковь, все артисты, режиссеры, все бесконечно сюда ходят. Я сюда захожу, исповедуется Николай Фоменко. Это очень всегда трогательно выглядит, как исповедуется какой-нибудь Николай Фоменко. Самая главная московская математическая школа, школа 57. Самая главная математическая, самая главная еврейская школа, потому что там нееврейских детей в эту школу не принимают. Смотрят и говорят, еще до свидания. Идите в 20. И вот я как-то смотрел, мне было нечем заняться, но еще у меня была бессонница. И я смотрел, что-то гуглил своего брата и обнаружил, что мой брат, который много лет подряд, начиная с 7 класса, занимал второе место на всесоюзных биологических олимпиадах. Вы знаете, что, собственно говоря, поступил тогда в МГУ. А я выяснил, что его жена, будущее, с которой он познакомился уже на третьем курсе МГУ, все время занимала первое место. И вот она училась в 57-й школе. Это всегда было очень смешно. То есть ты видишь, вот ты смотришь на эти... Я начал смотреть, потом просто списки биологических олимпиад. И вот это очень смешно. На протяжении 20 лет первое место в союзной олимпиаде, 57-я школа, 57-я школа, 57-я... И во всех союзных всероссийских телеолимпиадах всегда первое место в 57-й школе по математике или по биологии. Всегда-всегда-всегда. Никогда, никогда не было. Никогда практически другие не побеждали. Это удивительно. Это самое... Наверное, это самое... Вот если прям хочется, чтобы ребенок, например, стал каким-то, скажем, парнем или буром в Силиконовой долине или кем-то, всегда-всегда отдают 57-ю школу. Ну да, но здесь нереально пиздят. Вот прям пиздят. То есть говорят, что дети мотивированы. Очень странно. То есть с первого класса дети, считаю, у них какие-то рейтинги и чудовищные стрессы и даже, по-моему, было несколько каких-то самоубийств или чего-то такого. Но я, честно говоря, не буду утверждать, потому что я никогда не имел к ней никакого отношения и считаю, что надо подальше держаться от таких прекрасных учебных заведений. Ну вот тоже, кстати, какой-то модный дом. Здесь постоянно, по-моему, живут какие-то экспаты. Я вот сюда хожу, а экспаты все время сидят на своих балкончиках. Экспаты, они всегда оккупируют в Москве квартиру с балкончиками. Мне кажется, что в холодном климате, но они, между прочим, абсолютно правы. Вот существует такие три месяца, когда надо сидеть у себя дома на балкончиках, но когда в этом чудовищном климате обычно бывает 35, как сейчас, и пить белое вино. И вот они всегда сидят на этих своих балкончиках и пьют вино.